Здравствуйте, это программа «Свободный микрофон на свободном». В мире проживает около 25 миллионов представителей финно-угорских народов и родственных им. В России представлено около 17 национальностей. Сегодня у нас в гостях Валентина Вараксина, тележурналист, и Вера Ойниц, председатель местной эстонской национально-этнической группы ЭЭСТИ. Вчера мы пообщались с Верой Ойниц на открытии выставки «Северный ветер», и она немного рассказала нам о себе. Внимание на экран. Моя фамилия Ой, нет. А вообще она, конечно, видоизменилась. В Эстонии это была Ойна. У эстонцев фамилии по явлениям природы и животных – это овца. А здесь она получила родительный падеж, типа, от кого. Я родилась в Красноярском крае, в Абонском районе. Там была деревня Рябина эстонская. Ее уже давно нет, там только кладбище. Я закончила там школу, потом училась в Иркутске, закончила Иркутский НИАС. И уже, наверное, 30 лет живу в Красноярске, в Академгородке. Я переводчик французского и прибыватель французского. Стали появляться национальная культурная автономия. Мне, как лингвисту, было интересно найти людей, кто говорит по-эстонски. Я дала объявление в газету. Мне эстонцы сказали, вот ты придумала, ты и делай. Я это делаю 25 лет. И, в общем-то, среди эстонцев так не принято часто менять лидеров. Например, в Англии работает дедушка, который это организовал после войны. Эстонский очень красивый язык. Не менее красивый. Был, я знаю, конкурс на самые красивые языки мира по звучанию. Ну, это как бы, я думаю, это очень субъективное понятие по музыкальности именно. То вы играли три языка. Итальянский, японский и эстонский. В эстонском очень много гласных. Скажите нам что-нибудь приятное по эстонски. Ну, я не знаю. Я не знаю, что вы хотите. Я люблю тебя. Перед передачей мы тоже поискали, как будут звучать признания в любви на разных языках, в том числе и на языках финно-угорской группы. Например, «Серлтек» будет звучать по-венгерски. Может быть, и «Зала» нам кто-нибудь что-нибудь подскажет. По-ненецки «Я тебя люблю» будет звучать как «Маньхамцгавсит». По-индонезийски это будет звучать как «Сая синтакаму». По-датски это, например, будет «Ягельскидит». В Словакии фраза «Я люблю тебя» будет звучать как «Любим та». По-испански это очень просто звучит, как «Теамо». Вот мы сравнили несколько языков самых разных. Скажите, не зря все-таки эстонский выбрали одним из самых мелодичных и красивых? Ну, я не знаю. Я думаю, все языки красивые. Для каждого свой язык самый лучший, самый красивый. Но эстонский очень музыкальный, это правда. Вера, а по-французски вы же еще в переводчике? Да. По-испански можно еще сказать «Текьеро», по-французски можно сказать «Джетейм», и по-немецки «Хлебедих» можно сказать. И английский не произнесли популярный? В английский «Ай лав ю», конечно. Недавно в Красноярск приезжала делегация Ассоциаций финно-угорских народов России. Мы взяли интервью у председателя этой ассоциации Петра Тултаева. Внимание на экран. Страна наша национальная. Это, с одной стороны, хорошо, а с другой, каждому народу, независимо от того, в большой он реманке, хочется сохраниться как народ. Не всем это удается, по объективным причинам. Здесь злого умысла нет со стороны правительства и других каких-то органов власти. Но в то же время, как, например, народ седу, который проживает здесь, или другие коренные малочисленные народы севера, которые представлены в Красноярском крае, конечно, они стремятся к тому, чтобы их язык жил, чтобы жили их традиции, чтобы эти традиции передавались из поколения в поколение. И вот в условиях национальности, каковой является наша страна, в миниатюре Красноярский край, тоже очень национальный регион, почти 106 национальностей, очень сложно создать для всех условия для сохранения языка малых народов. Скажите, а на ком лежит ответственность за сохранение языка? На народах, на государстве? На ком? Ну, я думаю, прежде всего, каждый народ должен на себя взять ответственность по сохранению своего родного языка, семья. Ну и, конечно, в условиях такой многонациональной страны, на национальной культурной автономии возлагается такая ответственность тоже. Иначе какой смысл тогда в этих автономиях? Потому что все остальное, там, костюм и другое, это все составное только языка, а без языка это остальное очень мало имеет смысла. А вы член совета АФУН? Да, я член совета АФУН. Расскажите, как поработала делегация, какие вопросы поднимались? Делегация поработала очень плодотворно, они успели очень много, были здесь всего три дня, но встречались с администрацией края, было расширено заседание Президиума Совета АФУН с представителями Министерства культуры и образования и другими структурами, также с заместителем губернатора, и состоялся круглый стол библиотеки, на котором были, участвовали в котором не только представители власти, но и также представители национальных культурных автономий, и представители диаспор, кто занимается этими вопросами, учителя и так далее. Ну и, конечно, самым знаменательным была поездка в деревню Хайдак, партизанского района, где мы провели такой фестиваль финно-угорских народов. Край не такой большой был, потому что возможности очень маленькие, клуб очень маленький, но был полный клуб людей, и был концерт, и национальная кухня, национальные танцы, посещение музея. Ну, я думаю, что то, что здесь увидели Афон, они потом работают дальше с этим материалом, они все участвуют в разных программах по сохранению языка и культуры, и в разных советах состоят. Это не просто государственный деятель, но и большие общественные деятели, которые реально, в общем, могут влиять и на законодательство, и на учебники, на образовательные программы, на культурные и так далее. Ну, я думаю, что посещение этой деревни будет полезно прежде всего для деревни, поскольку там есть ансамбль, который знают все в эстонском мире, но здесь он фактически неизвестен, и поэтому я думаю, что этот ансамбль будут куда-то тоже приглашать. Даже есть свой альбом, мы издан эстонским литературным музеем. Вот, это богатейшее музыкальное наследие. Красноярский край — это только одна из остановок Афон? Афон обычно раз в год бывает совет, членом которого я являюсь, и три раза в год собирается президент, но они ездят в самые разные точки нашей страны, где проживают эти народы. Не важно, сколько представители этого народа живет в данной территории, но если есть вопросы, которые возникают у народа, то они едут и решают, помогают решать эти вопросы. Недавно были в Вологодской области, где проживают вепсы, не так много вепсов, но вепсов вообще очень мало сохранилось. И, в общем, такая система. И раз в пять лет бывает съезд пиногорских народов. Вот мы попали на такой съезд в Саранск, по-моему, это было в 2011 году или в 2012, я уже не помню. И вот тогда меня выбрали в Совет. Ну и после этого это способствовало развитию каких-то здесь, продвижению других программ. Например, так появилось виржизианское общество. До этого его не существовало. Хотя представители всех этих народов есть в нашем крае. Но не все объединились в свою какую-то общественную организацию. Скажите, пожалуйста, почему сегодня возникает такая потребность малым народам напоминать о своей культуре и возрождать ее, что ли? Почему раньше не было такой? Ну, я думаю, что это была всегда такая потребность. Просто она появилась в возможности на законодательном уровне по советское время организовать свою национальную культурную автономию. Что в советское время это было невозможно. И, конечно, каждый народ стремится сохранять свою культуру. И это помогает. Когда есть официально зарегистрированные общественные организации, тогда есть возможность каких-то больше культурных контактов и образовательных, в том числе. На примере нашей, например. Потому что у нас каждый год дети едут в лагерь лингвистический. Не только дети эстонцев. У нас есть воскресная школа в Кривой научной библиотеке, в Государственной научной библиотеке Красноярского края. И все дети, которые ходят к нам заниматься эстонским языком, мы не спрашиваем у них какие-то документы и прочее. Они все, кто хочет, ездят у нас в эстонию в лингвистический лагерь и могут потом продолжить образование в эстонии в случае хорошей стипендии. Я хочу реплику одну. Я давно очень работаю по теме народов национальных. Про меня однажды написали статью, где была фраза «малый друг малочисленных народов». «Маленький друг малочисленных народов». Мы не называем малыми народами, потому что это немножко обижает. Нет малых народов и малых культур. Да, мы называем малочисленные народы. Малочисленные. А вообще у нас много малочисленных в крае? В крае? Но я думаю, кроме северных народов, в 2010 году официально статус малочисленного народа России получил народ Сето. Сето – это этноконфессиональная эстонская группа. Они проживают у нас в Манском, Партизанском, Рыбинском районах. В них территории основной больше нигде в мире не существует. Вот они, там есть в Псковской области еще, они получили статус малочисленного народа России. Что касается северных, это, конечно, отдельная история. Они православную веру? Да, православные эстонцы, они получили, когда они получали землю в Псковской области, они принимали православие. И, в общем, им давали фамилии по русским именам. И поэтому у них абсолютно русские фамилии, там, Иванов, Богданов, Федоров. Но это, в общем, совершенно настоящие эстонцы Сето. И они сохранили свой язык, свою культуру здесь. И это очень интересно. Скажите, пожалуйста, вот вы говорите, сейчас пошло возрождение культуры малочисленных народов. А появляются ли школы на их языках, учебники, тоже на их родных языках? Конечно, до Второй мировой войны в России были, в Советском Союзе были все национальные школы. Только эстонских школ в Красноярском крае было 15. Мой дядя был последним учителем такой школы. И мои родители в такой школе учились. Моя мама заканчивала такую школу. Но потом, в общем, в ряд таких исторических всяких причин эти школы были закрыты, и язык нигде не преподавался. И именно в 91-м году, когда стали появляться национальная культурная автономия, первое, чем мы занялись, мы организовали кружки по изучению родного языка. И у нас эстонский язык преподается с 91-го года. И разные у нас были. Это энтузиасты, конечно, преподаватели, часто не профессионалы. Но из этих языков официально преподается язык только в одной школе. Это на юге Красноярского края есть эстонская деревня, Верхний Суетук, который уже, наверное, будет 160 с чем-то лет. И такое самое известное село в эстонском мире. Вне Эстонии. Просто жители этого села в свое время обратились в Министерство образования Эстонии. И там работает учитель из Эстонии, который преподает эстонский язык детям в школе. Все дети, которые... Это очень маленькая школа, 9 классов. Вот. И все дети изучают эстонский язык. Конечно, это учебники все из Эстонии. Кроме того, единственная проблема, что в этой школе... Ну, они находятся так далеко, что очень слабый интернет, потому что в эстонском министерстве образования разработана масса прекрасных онлайн-курсов, интерактивных, занимательных. Когда ты... Этот курс считается, как и экзаменом по языку, вот они не всегда могут им пользоваться. А мы пользуемся. Это очень хороший курс, который мы... Вот. Все. Остальные языки не преподаются. В эстонский язык преподаются, как воскресная школа. Не знаю, по-моему, арзиане пытаются преподавать, как-то какой-то создать кружок. Это народ, выходцы из Мордовии, они делятся... У них есть два языка. Арзианский и макшанский. Вот. То, что пока не изучаются эти языки. В финском, в сибирском финском обществе у них преподавался эстонский, простите, финский язык. Но сейчас, возможно, только при лютеранском финском приходе иногда бывают какие-то кружки финского языка, поскольку сейчас тоже есть молодая девушка, студентка из Финляндии, которая работает здесь с детьми, а периодически приезжает. Вот, может быть, она там преподает. В каком-то уровне фенский язык. Также мы побывали... Простите. Также недавно открылась выставка «Северный ветер», посвященная работам таймырских костарезов и художников. Также там состоялся телемос Финляндии, и там побывал наш корреспондент Михаил Ленисов. Но, к сожалению, там нет таблички с названием «Красноярск». Все-все художники, вот, видите, все художники из Финляндии, из Ханты-Мансийска, все оставили свои таблички. Вам представляется такая возможность вот руководства, пожалуйста, прикрепите к дырочке, да. Под гром аплодисментов. Вы представляете? Это исторический момент. Здравствуйте, друзья. Находясь в этом зале, где представлены различные народы Красноярского края, в первую очередь северные, мы знаем, что часть из них, то есть половина наших северных народов, они относятся к самодийской языковой группе. А самодийские, они очень близки к финно-угорской. И поэтому на территории Красноярского края есть, как и те, которые недавно прибыли, ну, как недавно, два-три столетия тому назад, есть и те, которые здесь проживали традиционно, это для них исконная территория. Это, конечно же, вот энцы. Мы энца от Маганасанина можем определить именно по этой черной опушке женской парки. Они специально выращивают черных собак именно вот для этой цели. Это уникальное использование собак. Какие проблемы для самодийских и, в первую очередь, для финно-угорских народов? Я бы сказал, что, оказывается, помимо объективного фактора, очень большую роль играет и субъективный. Неважно, какой численности тот или иной этнос, но если нет у него группы активных лидеров, которые могли бы за собой повести тот или иной этнос, по пути самоорганизации, проведения мероприятий, то, конечно же, в этих условиях говорить о том, чтобы затормозить каким-то образом оккультурацию с последующей ассимиляцией, крайне трудно. У нас, допустим, на первом месте по численности среди старожильских народов финно-угорской группы стоят мордва. Ну, это, во-первых, конечно же, два народа, но, в принципе, мы их все пока по переписи населения называем мордвой. Но организации, как таковой, нет, есть отдельная организация Эльзи, но там объединяется, действительно, там очень мало людей. Но, с другой стороны, есть эстонцы, которые далеко не самые многочисленные. Но за счет того, что там есть хорошая активная организация, они проводят много мероприятий и даже становятся зачинателями общих финно-угорских таких вот фестивалей. Упомянули фестивали. А есть у эстонцев фестиваль свой? У нас есть общий фестиваль. Первый фестиваль финно-угорских народов мы провели в 95-м году, еще в 1995 году, вместе, совместно с Сибирским финским обществом, Ингрия. Но тогда мы работали в прямом контакте с управлением культуры. И нам помогли, Раиса Петровна Гостева, тогда заместитель Геннадия Рукши, нам помогли просто и привезли целые коллективы со всех районов края. Были и Удмурты, и Марицы, и все кто угодно. Теперь эти контакты многие утрачены, и мы начинаем собирать их потихоньку. Мы проводим, наверное, с 2011 года раз в год фестиваль родственных финно-угорских народов. Ну, вот это фестиваль, действительно. Кроме того, с 2009 года в деревне Хайдак партизанского района проходит фольклорный большой праздник, можно назвать его фестивалем, называется «Один день в королевстве Сету». Потому что внутри Эстонии Сету – это южная часть такая Эстония, такая вола Сетума, и у них раз в год тоже бывает, объявляется королевством. Это большой фольклорный праздник, когда со всего мира съезжается Сету и выбирает себе короля. Обязанности этого короля отвечают только за то, чтобы песни пелись и гармошка играла. Музыкальная культура Сету внесена в культурное наследие ЮНЕСКО, потому что это необыкновенные, старинные, это они поют старинные рунические песни, то, что есть и в нашем крае. И вот они, узнав о том, что такой праздник проходит, проводят его у себя здесь, в партизанском районе. Это очень интересно. И есть ансамбль Сетусской песни. В это прошедшее лето они впервые побывали наконец на этом празднике при поддержке Фонда культурных инициатив Михаила Прохорова и участвовали в этом празднике в деревне Обеница в Южной Эстонии, которая в 2015 году являлась культурной столицей финногорского мира. Это было очень интересно увидеть других представителей финногорского мира, фольклорной ансамбли. Все это волонтерское движение, абсолютно. Это где-то в поле огораживается территория. Очень интересно проходит. То есть люди сами берут билеты, едут там. Да, это билеты, да. Это вся сетусская культура поддерживается этим праздником. И в этом году король Сету и Ара Херн пригласил, чтобы мы привезли этот раз уже детей и молодежь. Сейчас готовим для них документы тех детей, которые когда-то пели, был ансамбль у них. Но поскольку школа там, они закончили, уехали в город учиться, этот ансамбль распался. Но тем не менее, они в городе собираются, поют. Но в 2004 году их возило, есть такое, всемирные эстонские дни в Германию, в Мюнстер. И они, в общем, как-то где-то встречаются с будущими студентами в Красноярске. Берем детей и молодежь и повезем в этом году опять. А проблем нет добираться в Эстонию, там границы, новая ситуация, отношения? Обычно делаются визы заранее и на длительный срок, потому что это дети, и те дети, которые ездят тоже в лагерь. Ну, конечно, есть проблемы с тем, что нужно собрать документы. Они живут в деревне, у них плохой интернет, нужно за них заполнить анкеты на визу, все это сделать, передать в посольство и заранее все это сделать. Но с билетами проблем нет, поскольку билеты будут из Эстонии куплены. Поэтому в этом году это будет городок Вярска, маленький, очень в Южной Эстонии, где есть большой музей Сету. Это будет очень интересно. У наших Сету тоже есть музей в партизанском районе. Он, конечно, такой народный музей. Он не входит ни в какие структуры музейные. Но, тем не менее, у них есть музейная экспозиция интересная. В 2007 году они сделали проект с красноярским художником Виктором Сачивко на музейную биеннале получили гран-при. Экспозиция находится в этом музее, а ее копии экспонировались на арт Москва и во Франции, на культурной столице Лили. Так что Сету уже известны в мире. И есть такая смешная в последнее время история. Вот в ноябре был Дни Сету в Париже, в институте Иналько. И есть человек, который работал раньше в КМНС, Наталья Кайночь. Я ей пишу, что сходите, вот наши Сету там будут. Она с нами бывала в Хайдаке. Спрашивают, будут ли Сету из Сибири. Сету из Сибири не будут, но те, которые ездят туда, они будут, потому что неделю назад они были в Хайдаке, теперь в Париже, что этот фольклорист Андре Скалькон Болл так впечатлен, что ему передали привет, что позвонил мне ночью. Их не так много. Это можно сказать, как и эстонцев не так много, что это уже не народ, а как клуб по интересам. Может быть так, что все друг друга знают. Поскольку Болл здесь визит Афон, и вышла срочно какая-то статья у нас на сайте краевой администрации про Сету. И девушка Сету из Псковской области, из музея Изборска, которая сейчас находится на каких-то встречах в Америке, пишет мне, что это неправильно. Там указано, что единственный музей в России, а мы в Псковской области, нужно срочно сообщить, чтобы они сделали какую-то редакцию. Я говорю, да, хорошо. Отношение к своей культуре, наверное, такое, оно и сохраняет этот кружок по интересам. Там же на выставке «Северный ветер» мы повстречали уполномоченного по правам малочисленных народов Краснодарского края Семена Пальчина. Он рассказал нам, что это за должность такая и зачем она нужна. Я когда приходил на эту должность, ну, раньше такого должности не было. Раньше была сильная государственная власть, раньше было больше понимания, не было этих передач и полномочий из одного уровня в другую, которые, я думаю, что мы все запутались. Вот эта вот должность сегодня позволяет все-таки погружать тех, от кого это зависит принятие решения в проблемы коренных народов и как-то указывать, что все-таки кроме миллионов Красноярска или какого-то других важных тоже тем, есть не менее важные темы и в самой глубинке. Есть проблемы с развитием традиционной экономики, оленеводства прежде всего. Есть проблемы наделения квотами, есть проблемы конкурсов на охотничьих или промыслового угодья, есть проблемы с промышленным освоением. Есть вопросы из зала? Да, я бы хотела спросить. Вот смотрите, вы рассказываете про то, что есть разные фестивали, концерты, которые устраивают непосредственно представители малочисленных народов. А бывает такое, и как часто, что в организацию всех этих мероприятий вмешиваются люди, не представители этих самых народов. Просто, например, русские захотели помочь и активно участвуют в этом. Да, конечно. Во-первых, мы эти фестивали, они совершенно открыты, мы их проводим в Государственной научной библиотеке Красноярского края с отделом литературы на иностранных языках, куда мы, кстати, передали свой фонд. И, во-первых, читатели библиотеки участвуют, и проводим, например, литературные гостиные. Леонид Зольников у нас ведет, поскольку он специалист в этой литературе. литературе делаем выставки вместе с ними не только художественной литературы, но учебники, географии, страноведения вот этих стран и этих республик, территорий. Это совершенно открыто для всех. Кроме того, к нам очень часто обращаются фольклористы всевозможные к Красноярске, когда нужно прийти выучить текст с ними на каком-то языке или ноты, например, Хорше Хроманяна, и нужны ему ноты современных классиков, то нужно срочно просить какого-то эстонского исследователя пойти в библиотеку найти. Мы работаем очень открыто, и любой может принимать участие, и мы приглашаем всех сюда. Вера, вот есть такая должность, уполномоченная по делам малочисленных северных народов. А есть вот среди ваших народов необходимость такого человека? Я думаю, что, может быть, это было бы неплохо, был бы какой-то человек, с которым напрямую можно было общаться, но мы общаемся с управлением общественных связей, они работают с национальными культурными автономиями. И Семен Пальчин тоже с нами в общем сотрудничает, поскольку наши сеты тоже относятся к малочисленным, и участвуют в наших фестивалях финно-угольских народов. Сам Семен Пальчин приходит с костюмами, и в этот раз был солист и нганасанин Чунанчар Алё, которого здесь называют Алексеем, мы свозили его в деревню, партизанский район. В деревне никогда люди не слышали живое во исполнение нганасанской традиционной музыки, и шаманской, и бубна, и для детей это было, конечно, необыкновенное что-то такое. Я думаю, что мы продолжим такое сотрудничество, что будем пользоваться возможностью каждый раз, когда нганасанский ансамбль будет в Красноярске, чтобы пригласить их туда, в деревню. А с Семеном Пальчиным я тоже знакома очень интересным таким способом, образом. Я с ним впервые вчера увиделась, а вообще, и вы, наверное, уже знаете, у нас есть проект «Две цивилизации», я снимаю семью ненецкую, и вот Каярины, эти мои миллионеры, герои ненецкой семья, они по линии матери как раз родственники Пальчиных. Семен Пальчин, он один из немногих, кто закончил институт агроуниверситет, по-моему, да? Да. И уже давно живет в Красноярске, работает именно в администрации, у него несколько должностей было. Вот, и он все время передаю с ним приветы туда, в тундру. И, собственно, как раз хочу вам сейчас предложить посмотреть один из моих материалов, он назывался «Были и не были тухарской тундры», мы собирались в тот раз поснимать семью Ептуне. Ептуне в переводе с ненецкого «гусиные лапки», но, к сожалению, мы с ними не встретились и познакомились с миллионерами-кояринами. Ну, вот немножечко, чтобы в эту атмосферу северную войти, давайте посмотрим сюжет. «Были и не были» тухарской тундры. Далеко-далеко на севере Красноярского края, на полуострове Таймыр в тухарской тундре испокон веков пасут своих оленей, охотятся и ловят рыбу потомки нескольких ненецких родов Ептуне, Яры, Маринча, Каярины. Живут ненецкие оленеводы бок о бок с пришедшими на Таймыр газодобытчиками. Иногда ворчат, что меньше в Сталовых озерах Пелятки, Сига и Налима, потому что браконьеров много развелось. Иногда сливают с затерявшихся в тундре газопроводов конденсат, чтобы заправлять свои снегоходы и моторные лодки. А на возмущение газодобытчиков отвечают «Вы пришли на нашу землю». Пришлых местные раньше называли талабайцами, то есть чужими. Теперь все наоборот. Переселенцы с большой земли в шутку называют талабайцами местных. И те, и другие талабайцы не совсем обычные люди. Они живут за полярным кругом, полгода ждут солнца и не боятся черной пурги. Эти маленькие истории об удивительном народе таймырцах. О великом сказочнике Тухардской тундры по прозвищу Гусиные лапки и о том, как мы искали на бескрайних просторах таймыра семью Яптуне, а нашли миллионеров Каяриных. Узала есть какие-нибудь вопросы? Существует ли такая вероятность, что с приходом вот этих так называемых талабайцев малочисленные народы исчезнут вообще со своих земель? Талабайцы, ты в этом смысле имеешь в виду русские, которые пришли осваивать таймыр, но это же случилось уже давно, и это как раз вот с тех времен, то есть, когда пришел этот человек, первый русский там охотник или кто он был, книенцу, он стал с ним разговаривать, а тот ему говорит «Талабай? Кто ты?» И вот они таким образом стали друг друга называть, ну, сначала «талабайцы» как бы это пришлые люди, а потом они их сами назвали «талабайцами». Но так вопрос, конечно, не стоит, потому что это уже стоялось много веков назад, и это было, и все, наверное, знают в истории, что когда царская Россия пыталась осваивать вот эти земли, они вообще очень мирно решали эти вопросы. Мягкую рухлядь, так назывались меха, они обменивали на те товары, которые нужны были немцам, и, в общем, это совсем по-другому происходило не так, как в Америке, с конкинстадорами, то есть, не знаю, Вера, может быть, на эту тему тоже поговорить? потом финно-угорские народы исторически очень долго проживали в очень тяжелых климатических условиях, и выработался очень такой крепкий характер. Видимо, если выжили эти народы, значит, у них очень крепкие гены, и очень сильная жизненная как бы сила такая, что языки эти имеют какую-то силу, несмотря на то, что они малочисленны, но тем не менее они существуют и продолжают существовать, например, как язык ливов, который считал, что и ливиепсы, фактически, честно, пили, но всегда есть, и никогда не было много, и я, например, и про эстонский говорю, я бы, ну, сколько спрашиваю, что сходит людей там на эстонский язык, но это очень маленький народ, поэтому сказать, что там, вот все пришли там изучать, это не может быть, поэтому, если есть люди, которые говорят на этом языке, значит, этот язык, эта культура существует, есть фильм, что совсем недавно в Саянах еще были бабушки, которые на камасинском языке говорили, возможно, их потом где-то есть. А в Тухарде, это поселок, где есть школа начальная, там есть ненецкий язык, преподают его как раз вот родственница героини из моей семьи Раиса Каярина, и у них есть еще такой очень интересный предмет, они изучают, как вести себя в тундре нужно ребятишкам, уроки предков называется, то есть вот ненцы, они достаточно такие многочисленные народ среди других вот наших северных народов, и они те, которые с оленями, и им проще всего сохранить свои национальные какие-то особенности, традиции. Вот вы, например, знаете, что если вы приедете в ненецкую семью, то нужно соблюдать там какие-то определенные правила, например, если вам налили чай, нужно обязательно его выпить, потом чашечку перевернуть, сказать маш, причем маш это такое универсальное слово, и спасибо, и пожалуйста, и готово, достаточно, больше не надо, но вот у нас немножко Лиза занималась ненецким языком, и даже у нас есть такая рубрика в нашей студенческом на телевидении, студенческом, как она называется? На разговорник. этно-разговорник. То есть мы пытаемся разные языки пропагандировать среди ребят. Как вы считаете, это вообще важно, вот проводить этношколу и учить журналистов правильно в этой теме разбираться? Это очень важно, это очень ценно и очень важно. А какие проблемы возникают? Ну, периодически какой-то непрофессионализм бывает, очень много сейчас встречаешь, и поэтому это очень важно, потому что эти народы очень обидчивые, они не скажут вам, они никогда не скажут, но они будут помнить всегда, что вы что-то не так сказали. Ну, давайте еще один сюжет, наверное, посмотрим, он тоже немножечко о ненецком, о ненецком языке, привычка никак ее, ненецкий язык, и об особенностях родовых, что называется, то есть что есть особенного в ненецких семьях. Каждый родовой клан у малочисленных народов Севера имеет собственную песню. Чукчи исполняют чиниткин грэп, корякский напев называется синкин улику, селькупы поют кольму. Песня на бескрайних просторах тундры это не просто музыка и слова, это вещь, имеющая своего хозяина. Первые личные песни те, которые сочиняют для своих детей родители. У главы рода Ептуне Алексея Хольчевича 30 внуков. Оленевод Александр Ептуне поет для своего племянника Валентина. Полугодовалый малыш уже имеет свою песню. Она будет оберегать его, пока он мал. А когда он повзрослеет, сочинит себе песню сам. Чего не снимаешь? Есть ли сходство какое-то самодийских народов и финно-угорских в языке? Да, мы имеем древнее родство по языку. Конечно, хантов я лучше понимаю. Ханты говорят фактически как финны. Здесь я очень мало слышала живую речь этих народов. Но есть какие-то, да, может быть, общие окончания глагольные, что-то звучание такое. А остальных мы просто понимаем очень хорошо. Конечно, меньше понимаем вот эту группу Эрзя, Мокша, Удмуртов, а что касается ханты, манси, коми, пермеке, они говорят фактически как финны. Это мы понимаем. Это абсолютно похожие языки. Есть вопросы из зала? Я бы хотела узнать, а вот сейчас вообще насколько остро стоит проблема исчезновения малочисленных народов и чья обязанность поддерживать их? каких-то общественных энтузиастов, самих людей из этих малочисленных народов или государства? Я думаю, должны все вместе как-то объединять усилия, например, или, например, Финляндии, как сам проводит свою жизнь. Ну, я думаю, что касается северных народов, для них есть специальные программы, есть министерства специальные, а те, которые живут и здесь у нас, например, они финно-угорские народы, но они живут не на своей территории, и, конечно, это проблема. Те, которые живут там у себя в Мордовии, конечно, или там в Дмуртии, или в Мариэл, у них есть вся своя программа национальной школы, университеты, ансамбли и так далее, что либо им нужно ехать к себе на родину, либо заниматься здесь самим своей культурой, своим местом. Что касается оленеводов, то есть вообще программа поддержки, вот как вы думаете, за счет чего они выживают и имеют свои оленеводческие стада. У них же чем больше оленей, тем богаче род считается. То есть миллионеры каярины почему? Потому что у них тысячи оленей. Кстати, они никогда не признаются, сколько у них оленей голов и сколько у них детей, потому что есть такая примета, если скажешь, что будет плохо, могут и падешь голов, и дети могут умереть. Но, тем не менее, примерно вот это вот известно. И государство поддерживает, то есть есть определенная сумма денег, на одну голову оленя, предположим, там 260 рублей платит бюджет краевой, еще там 100 с чем-то добавляет бюджет федеральный, раз в год они проводят кораль, пересчет оленей, и получают вот эту сумму, там, не знаю, если у тебя там тысячи оленей, на 500 умножить, сколько получается? 50, у меня плохо с математикой, ну, 1050, например, они в год имеют для того, чтобы свое именно традиционное хозяйство вести, потому что они не убивают, их не продают, ну, то есть для своих нуж только. Олень, это же вообще источник жизни для людей, которые выращивают оленей для ненцев, энцев, мгданасан, селькупов, но их немного осталось. Вот ненцы точно занимаются оленеводством, там, подальше на север уже их значительно меньше. Государство таким образом пытается поддерживать именно вот, чтобы эти люди могли традиционно переезжать, кочевать с места на место, жить и вот раз в год иметь вот такую сумму денег. Ну, у кого вот 5 оленей, тем, конечно, посложнее, но тем не менее они таким образом поддерживают свою жизнь. И потом я знаю, что этим северным народам разрешается ловить рыбу, которая для других народов, например, она в Красной книге, а это их основной источник питания, традиционно без него они не могут просто прожить, без хорошей жирной рыбы в таком климате, то им разрешают. Да, они имеют право ловить. Единственная проблема вот возникает сейчас природопользователи, то есть, если заходят на территорию нефтяники, газовики, то они, конечно, должны каким-то образом возмещать ущерб, который они наносят оленеводческим пастбищам и так далее. Вот об этом Семен Пальчин говорил, и для этого, может быть, и существует эта должность, в том числе, чтобы вот эти вот тоже урегулировать вопросы. Мы встречались на финно-угорской вот этой вот встрече с представительницей Ямало-Ненецкого округа. Теперь внимание на экран, давайте посмотрим, что об этой проблеме говорит представитель Ямало-Ненецкого округа Ангелина Ордеева. Я хочу сказать, что основная задача, конечно, любого этноса, любого народа, это сохранение языка и культуры. Должны все мне говорить, должны сами говорить. Я не села салавны Ланаргам. Я по-ненецки сказала, что я по-ненецки хорошо говорила. У меня муж хорошо говорит, у нас дети говорят, но не так, как скажем, мы хорошо говорим. Но я думаю, что в современном состоянии языков, особенно энцев, Нагасан, самодийская группа, которая проживает в таймырском муниципальном образовании и Красноярского края, оставляя желать лучшего. Мы сегодня услышим на круглом столе. Вера Алексеевна, у меня вопрос к вам, как к представителю эстонского сообщества. Скажите, а для чего вообще нужны такие сообщества? Какую они цель перед собой видят? То есть, это популяризация культуры или что-то еще? Ну, это не только популяризация культуры, это дело сохранения вообще языка, традиции, культуры. Ведь не во всех семьях сохранилось что-то. Были такие времена, когда люди боялись какие-то репрессии и так далее. И что-то утрачено, но через национальную культурную автономию, во-первых, люди могут получить достаточной информации, книги, то, чего у тебя нет дома. Или, например, объединить усилия в каких-то совместных проектах, участвовать в общих праздниках. Например, у нас очень важный праздник Яни Пяев, Янов день. Он обычно в деревнях празднуется по старому календарю, по юлианскому календарю, ну, как Иван Купала. А мы здесь в городе делаем его так, по новому календарю, потому что не у каждого есть деревня, куда поехать. И каждый год 23 июня в Академгородске мы проводим это Яни Пяев, но вместе приглашаем туда литовцев, латышей, поскольку их тоже мало, они тоже организаторы этого праздника. Потом делаем большие художественные проекты, каким-то образом развиваемся, свое искусство, не просто вот какое-то традиционное, а делаем уже современные какие-то вещи, например, к 20-летию автономии мы сделали такую большую вышивку 100 квадратных метров. Да, она экспонировалась в Кице, потом на Кряке была, но часть вы можете видеть в Кице в библиотеке 12 овец, табуреток, это из нашего проекта. Сейчас делаем большой проект, выиграли грант сету кружева. Это, ну, скажем, традиция утеряна сто лет назад, даже была в Эстонии, сейчас она возрождается, такие яркие, шерстяные кружева, но мы не будем делать какие-то такие, какой-то лубочные, какие-то вещи, мы будем делать современные уже какие-то арт-объекты, которые будут выставлены уже в художественном музее, отделе ДПИ, то есть современный арт-тик-стиль, можно сказать, это же не просто ну, какое-то там популяризация, это просто интересная жизнь, скажем так. Можно еще? На круглом столе подняли такую проблему, что есть проблемы взаимодействия некоторых сообществ, то есть некоторые не идут просто на контакт, почему-то существует такая проблема. В смысле, что есть люди этих национальностей, которые не хотят объединиться и заниматься своей культурой, но я не знаю, какие у них есть причины на это, у нас тоже это могут быть личные какие-то причины у человека, например, бывает, что люди приходят в нашу автономию, активно чем-то занимаются, потом исчезают, это может быть какие-то личные, семейные проблемы, но, как правило, превращаются. Многие стеснялись своей национальности, люди, например, о, мордва, например, я знаю, у меня мама работала в мордовской деревне учителем после войны, и я знаю выходцев из этой деревни, я знаю, что они разговаривают на языке, они просто стесняются, это тоже почему-то такое существует, что я не хочу уже об этом вспоминать, я хочу, ну, может быть, есть люди, которые легко хотят забыть и ассимилироваться, может быть, так проще, но я не думаю, что это правильно, есть, например, фильм «Эстонка в Париже», ее снял Ильма Рак, который в прошлом году был в Красноярске на киновешалке, в Кьюзи, с фильмом «Я не вернусь», это история одной эстонки в Париже, которая решила забыть, кто она, просто, ну, в общем, жить новой жизнью, но есть, наверное, люди, которые хотят вот уйти в какую-то такую другую жизнь современную забыть, свои корни, но я думаю, они очень не обедняют себя. Мы когда были в Дагестане, и там же очень большое количество разных национальностей есть, и там как раз есть и журналы, и телепередачи на местных языках, но все больше родителей предпочитают отдавать, и в школах есть язык, этот преподается, но родители предпочитают отдавать их на английский язык, а не на родной. Это вот глобализация? Может быть, да, глобализация, но тем не менее есть пример таких стран, как Швейцария, где государственных четыре языка, и это не мешает людям. Я считаю, что, как правило, вот современная молодежь в Европе как минимум по три, четыре, пять языков знают, и я думаю, что английский и родной язык, они, ну, могут рядом существовать. Не конкуренты? Не конкуренты. Русский язык, конечно, обязательно, он престижный, поскольку ты не можешь в России жить без русского языка. У нас есть, конечно, бабушки здесь, которые даже в городе были, которые не говорили по-русски, они там жили в эстонской деревне, в колхозе работали, потом состарились, их сюда привезли, и вот они доживали свой век в Красноярске, не зная русского языка. Ну, я не думаю, что это очень удобно, что все-таки должны владеть русским языком, потому что это язык страны, в которой ты живешь, он очень важен тебе, ну, и твой родной язык, он очень важен, это дает тебе такой богатый внутренний мир, наверное, твоя жизнь будет намного интереснее просто, вот, и у тебя будет больше друзей, больше возможностей, всевозможных, мир открыли, тебя можешь смотреть фильмы в интернете на другом языке. Сегодня мы приоткрыли для себя дверь в пока не узнанный для нас мир финно-угорских народов, язык и культуру сохранить можно, главное, как выяснилось, желание. Это была программа «Свободный микрофон» на «Свободном». До свидания. АПЛОДИСМЕНТЫ